друзья всем привет с вами снова и добро пожаловать на канал обзор гаджетов и мобильных устройств и сегодня наконец-то по прошествии двух недель использования я хотел бы вам подробненько рассказать про новый браслет от компании сяоми сяоми mi band 4 поколения очень много было про этот браслет уже сказано многие его обозревали многие сравнивали со второй и третьей генерации я бы сегодня хотел рассказать о своем мнении о плюсах и минусах и о настройке данного браслета да да это действительно очень важно особенно если вы впервые пользуетесь подобными гаджетами чтобы хотелось сказать из плюсов что действительно очень и очень понравилось это качественный цветной экран amoled конечно смотрится обалденно действительно очень круто экран очень яркий на улице его видно даже в солнечную погоду и это сейчас у меня стоит еще не максимальная яркость действительно очень классно смотрится экранчик и значительно лучше чем тот экран который был у 3 серии но вообще цветной экран конечно же смотрится значительно лучше чем черно-белые решения второй плюс жирный плюс это батарея несмотря на то что мы здесь получили цветной экран батарейку держит данное устройство все также очень и очень долго на текущий момент времени у меня заряд 80 процентов как вы может видеть и я пользуюсь уже браслетом порядка двух недель причем за эти две недели у меня браслет находится в постоянном активном использовании то есть он постоянно подключен bluetooth телефона происходит синхронизация приходит постоянно различные уведомления ну разве что я не балуюсь замером пульса да то есть несколько раз замерил и хватит то есть в основном используется именно под уведомления причем дважды уже прилетала обновление но как дважды первый раз когда я браслет подключил к системе он обновился до свежей прошивки и сейчас вот буквально пару дней назад прилетел еще одно обновление могу сказать что действительно при таком расходе запросто месяц а то и больше он у вас будет жить ну понятное дело если вы не пользуетесь активно замерами пульса либо же как трекер ваших беговых каких-то активности потому что если его использовать для замера пульса постоянного плюс если вы спортсмен бегаете пишите треки то конечно же он у вас будет жить значительно меньше но и в этом случае я думаю что на неделю вы смело можете рассчитывать какой функционал есть у браслета но естественно это замер шагов замер расстояния колоража ну и различные уведомления могу сразу сказать что один из минусов это не очень точная работа шагомера потому что с одной стороны шагомер работает нормально когда мы ходим и пытаемся скажем так в уме посчитать шаги а потом сравниваем с цифрой которые здесь мы видим на экране плюс минус совпадает но может быть пять процентов расхождения но в то же самое время когда мы целый день допустим находимся дома ничего не делаем кушаем валяемся смотрим телевизор потом мы обнаруживаем что здесь при плюсов на лишние полторы две тысячи шагов которые берутся непонятно откуда это все в принципе решаемо и настраивается и сегодня я конечно же покажу как это делается давайте быстренько пробежимся по меню и по функционалу который у нас присутствует в этом классном браслете а потом уже мы займемся настройкой в пункте дополнительное нас ожидает не беспокоит здесь мы можем включить режим не беспокоит чтобы никакие уведомления нас не беспокоили и браслет лишний раз не вибрировал в будинниках мы можем настроить и включать выключать те будинники которые у нас подключены в программе мифит здесь мы можем управлять музыкой значит тот же jet audio замечательно включается выключается и переключает треки здесь же у нас есть секундомер ну обычный секундомер который мы можем включить выключить либо вот здесь замерять отрезки или же круги далее здесь у нас есть таймер но здесь все просто ставим минуты часы секунды и вперед он будет все это замерять и когда нужно прозвенит найти устройство если мы его нажмем вот мы слышим значит наш телефончик проснулся и подает у нас сигнал без звука режим здесь мы можем включить беззвучный режим на телефоне алипей у нас не актуально дисплей здесь мы меняем watch face сегодня я покажу программку с помощью которой вы можете поставить но огромное количество watch фейсов на любой вкус и цвет ну и собственно говоря в настройках у нас есть яркость экран блокировки и перезагрузка сброс настроек и так далее то есть принципе те настроечки в которые вы так часто лазить не будете что касается других функций да здесь есть естественно у нас спортивные активности тренировка бег беговая дорожка велосипед ходьба упражнения и бассейн у нас часики ip68 ip68 то есть вы можете смело плавать бассейне и он будет замечательно замерять ваши активности также у нас здесь есть естественно датчик замера пульса могу забегая вперед сказать что очень точно он считает сравнивал я показания с датчиком от amron разбег был буквально в 12 удара что есть еще но погода естественно на неделю практически здесь у нас подтягивается погода с телефона и на таком цветном классном экране очень все это приятно и замечательно можно посмотреть вот таким вот образом ну и естественно уведомления да вот они уведомления наши которые туда сюда можно листать вот либо же взять и удалить их все достаточно неплохой функционал у браслета но по большому счету по функциям он мало чем отличается о предыдущих двух версий что же касается настройки то о чем я говорил для того чтобы настроить точно шагомера нам нужно зайти в профиль и метки поведения здесь как мы видим очень много меточек у нас спортивные различные активности но и также обычные то есть стою сплю чищу зубы ем за рулем транспорт соответственно для того чтобы обучить наш шагомер не воспринимать лишние шаги во первых рекомендую сделать вам меточку иду желательно делать это на улице то есть выходите на улицу у вас браслет связан с вашим телефоном и мы нажимаем здесь начать и проходим порядка одного километра то есть но здесь все примерно приблизительно то есть вы можете выстроить трек и пройтись по тем же google картам или яндекс картам но нужно пройти не менее километра как быстро вы это пройдете не суть важно главное пройти после того как вы это сделаете финиш завершить все меточку мы сделали мы прошли то есть браслет у нас понял по активности по нашей потому как мы скажем так руками нашими двигали что в данный момент времени вот такой-то промежуток мы шли далее для того чтобы уменьшить количество шагов когда мы сидим и ничего не делаем особенно когда мы в транспорте вы можете проделать все то же самое допустим когда вы едете на машине точно также сели в машину запустили метку доехали до дома да или до того места куда вы ехали завершили метку финиш то же самое если вы не за рулем а просто в общественном транспорте сидите кушаете в кафе или дома также нажали собственно говоря здесь мы можем сделать дополнительные метки допустим просто валяюсь на кровати ничего не делаю и точно так же запустить после того как вы проделаете вот эти процедуры точность вашего браслета значительно повысится плюс ко всему он будет записывать гораздо меньше фантомных шагов когда вы просто сидите ничего не делаете далее что хотел бы вам еще показать если вы хотите загрузить различные watch face и для этого есть программка которая называется mi band 4 watch faces находится она в гугле очень просто и здесь есть огромное количество различных watch face of на текущий момент времени можно выбрать язык но вот выбор языка циферблата я выбрал русский и он нам показывает огромное количество watch face of можно сделать по количеству установок либо по дате добавления можно посмотреть самые свежие допустим какие были добавлены либо же выбрать самые самые часто устанавливаемые но давайте попробуем установить допустим вот река морти watch face нажимаем установить он у нас сам говорит о том что нужно открыть приложение мифит нажимаем приложение мифит открывается и здесь мы заходим в профиль фитнес браслет настройки циферблат и мои циферблаты вот здесь собственно говоря добавился новый циферблат нажимаем на него и нажимаем синхронизация сейчас данный watch face у нас улетает в в наш браслет вот таким вот образом очень быстро синхронизация завершена ну и давайте теперь посмотрим на часы и вот собственно говоря наш новый watch face прикольный рик и морти у нас на экранчике таким образом можно установить очень много дополнительных различных watch face их огромное количество вот смотрятся они на этом экране действительно потрясно и здорово вот можете действительно разнообразить очень сильно экранчик ну что можно сказать по большому счету минусов у данного браслета очень и очень мало единственное вот с чем я столкнулся это фантомные подсчеты шагов но как настроить браслетик я вам уже рассказал и показал в остальном же сплошные плюсы действительно очень яркий и качественный цветной экран очень классно оптимизирована работа браслета и автономность действительно поражает опять же учитывая что здесь у нас уже не черно-белый цветной экран довольно богатый функционал у нас здесь представлен причем вы можете использовать его действительно как спортивный гэджет он умеет мерить и вело вашей активности и плавательной активности и так далее вот но единственное еще скажем так небольшой минус который мне не очень понравился это все-таки довольно тяжело капсулу отсюда вытаскивать очень плотно она сидит с одной стороны это минус до довольно таки тяжко это делать но с другой стороны вам это делать часто не придется учитывая автономность и опять же так как капсулка сидит здесь плотно шансов того что вы ее потеряете но практически нету да то есть они практически равны нулю в отличие от той же капсулы в ми бенди первом и втором которые выскакивали довольно таки просто их можно было потерять данный браслет произвел на меня действительно очень приятное впечатление использую я его сейчас как основной даже на некоторое время отказался от своих основных часов сяоми бип пользуюсь данным браслетиком вот и собственно говоря могу сказать что с цветным экраном это делать действительно очень и очень здорово ну что друзья надеюсь данный обзорчик вам понравился обязательно поставьте лайк если не подписаны подпишитесь с вами был айс всем пока